здравствуйте сегодня я вам хочу рассказать как я стал программистом зачем вообще я решил это сделать ну в общем то опыт многих авторов рассылок не только мой показывает что некоторые подписчики очень любят слушать личные истории и это действительно так это факт и вот для тех кто действительно любит выше слушать какие-то личные истории авторов я и сделал вот этот небольшой ролик точнее это не ролик это просто аудиозапись по сути но тем не менее пусть это будет ролик и так и начну я издалека начну я с того что я человек уже не молодой настолько не молодой что я служил еще в советской армии не в российской а в советской я родился и прожил довольно много советском союзе той стране которой сейчас уже увы нет те кто говорят что тогда было все плохо не версиям это была великолепная страна по своими недостатками разумеется но этих проблем полно в любой другой стране вот но было много и хорошего вот в частности ту же армия вспоминаю хорошие у меня только хорошие воспоминания об этом но об этом еще можно долго говорить конечно сейчас речь не об этом так вот в школе я учился плохо учился плохо ну и разумеется что нужно было пацану любому любом пацану из рабочей крестьянской и пролетарской семьи да ему пофиг эта школа ему нужны спортивные игры там футбол хоккей и рыбалка тусовки с гитарой в подъезде и так далее то есть разумеется школа ему не интересно а поскольку тогда во времена советского союза рабочие профессии были в почете то в общем то родители как правило особо не парились чтобы запихнуть ребенка своего в какой-то вуз ну то есть как конечно многие парились те кто там был инженером или каким-то чиновником да они своих детей прописывали также в институты но большая часть людей они об этом не думали соответственно их дети об этом также не думали поэтому учился я повторюсь плохо и после восьмого класса тогда была десятилетка не 11 лет как сейчас после восьмого класса таким как я была прямая дорога в спт у кто не знает спт у это среднее профессиональное техническое училище в спт у обучают ну дают во-первых полное среднее образование во вторых обучает какой-то профессии я учился на электромонтера по ремонту и обслуживанию промышленного оборудования вот так вот называлась специальность вот но с детства я увлекался электроникой я сколько себя помню все время паял какие-то схемки из всяких журналов типа юный техник очень долго я не мог добиться чтобы хоть какая-то схема у меня заработала но однажды это случилось моя настойчивость привела к результату и я даже сейчас помню что это была за схема это был имитатор подскакивающего шарика то есть такая схемка который подключался динамик и когда там нажимаешь кнопочку и в динамике такие увеличивающиеся частотой звуки про воспроизводились вот ну то счастье которое я испытал ну мне тогда наверно было лет десять я точно не помню но его не передать словами такое же счастье испытал много лет спустя когда заработала моя первая программа но тот кто не получает удовольствие от своей работы от того что он делает он меня никогда конечно не поймет а тот кто поймет тот поймет так вот к чему это все рассказываю к тому что повторюсь я с детства увлекался электроникой и в общем то в армии я служил войсках связи когда пришел из армии я устроился на заводскую телефонную станцию и работал телефонистом но это тоже косвенно связано с электроникой ну даже не косвенно то есть есть телефонные аппараты кнопочные так называемые если меня слушают молодые люди они наверно уже не видели никогда дисковый телефон вот но в те времена их было много дисковых но были и кнопочные уже начали появляться телефоны с определителем номера радиотелефоны уже начали появляться но это разумеется электроника я занимался их ремонтом вот времена настали тяжелые это были девяностые годы опять же кто не жил в девяностые годы в россии или кто жил мы не в россии опять же меня не поймут они сейчас ходят на митинги на болотную площадь вместе с навальным немцовым и им подобным которые кричат как сейчас плохо но поверьте мне сейчас все в нашей стране все замечательно вот в девяностые было реально плохо когда по полгода по году не давали зарплату я помню работал на заводе нам ну денег реально вообще их просто не давали а давали в счет зарплаты всякую фигню то есть хозяйственное мыло просроченную зубную пасту какую-то и люди это брали потому что это лучше чем ничего я помню у нас цехи работало более 100 человек и вот на весь цех привезли 5 гусей 5 гусей и люди тянули вот эти 100 человек тянули жребий кому же достанется счет зарплат ну это был кошмарные времена на самом деле ну хотя я тоже многие моменты вспоминаю с радостью потому что это была моя молодость там первая любовь но может не 1 2 3 но не важно это все равно было здорово потому что когда ты молод в общем то больше ничего и не надо вот но на самом деле если брать ситуацию стране в целом то вот тогда было реально плохо и вот то что мы имеем сейчас это что было это общем то благодаря правительству пусть меня сейчас плюются сторонники оппозиции но я это говорю с чувством полной ответственности и я знаю многих бизнесменов которые либо не состоят ни в какой партии либо состоят в единой россии и эти бизнесмены они делают реальные дела они строят детские сады на свои деньги они строят спортивные комплексы детские где дети опять же за счет этих бизнесменов занимаются бесплатно это я знаю таких людей но вы их может быть и не знаете потому что эти люди не орут на площадях они просто делают тихо свое дело то что должны делать а те кто орет на площадях они в общем-то горлопаны и их основная цель это прийти к власти любой ценой и на страну и на народ им в общем-то по барабану они врут не краснее то есть они перевирают все факты они забыли что то что было с нашей страной буквально 10 лет назад и ну ладно в общем мы сейчас не политики будем говорить вот опять я отвлекся ну если вы меня слушаете давно вы уже знаете что я очень часто ухожу от темы куда-то там свои воспоминания ну что делать это возраст ребята уже столько прожито уже столько пережито что эти воспоминания не накатывают и накатывают хочешь не хочешь все равно отвлекаешься уходишь куда-то вот ну что что дальше дальше я все-таки расскажу вам как я стал программистом как я уже сказал я занимался электроникой ремонтом зарплату не платили я брал халтуры ремонтировал всякую там технику телефоны автомагнитолы видео магнитофоны тогда были вот ну кое-как так на хлеб зарабатывал но это была работа а то что мне нравилось это именно разрабатывать схемы какие-то я уже немного больше понимал в электронике выписывал кучу журналов там и так далее читал книги я уже начал сам разрабатывать схемы не просто собирать по схемам журналах какие-то устройства а сам разрабатывать эти устройства это было мне очень интересно и пришло время когда я наткнулся на такое понятие как микроконтроллер то есть если кто не знает микроконтроллер это такая микросхемка которую зашивается программа определенная и потом к этой микросхемке припаиваются всякие детальки и ну допустим там светодиоды какие-то или звуковые устройства и соответствии с данной программой эти устройства переключается но если вы читали мою книжку как стать программистом я там приводил подобные примеры так вот что такое микроконтроллер более-менее понятно кому непонятно разберетесь позже но суть не в том суть в том что микроконтроллеры надо программировать а поскольку я очень увлекался электроникой и я развивался я хотел двигаться дальше я понимал что просто на каких-то транзисторах сыграть схемы это уже не актуально это только очень простенькие какие-то схемки можно собрать а более сложное устройство это в основе их уже должны лежать микроконтроллер но чтобы использовать своих схемах микроконтроллер я должен был научиться программировать я вообще тогда ничего не знала программирование у меня не было компьютера даже я не умел даже работать просто как пользователь на компьютер но я пошел книжный магазин и купил первую попавшуюся книгу о программировании она так и называлась основа программирования авторов сейчас не скажу но я приводил ссылку на эту книгу своей уже книги как стать программистом поищите найдете вот книжка очень даже неплохая написано довольно доступным языком я ее прочитал от корки до корки в принципе не было все понятно но было одно но толку от этих знаний не было никакого потому что во первых это было программирование не микроконтроллеров а программирование для разработка программ для компьютеров персональных а во вторых у меня даже и компьютера не было я не мог применить эти знания на практике и я эту книжку отложил и она у меня пролежала несколько лет пока я вернулся к этой теме то есть вот так вот все не просто было в моей жизни и в итоге все равно эта идея у меня в голове сидела я много лет занимался всякой фигней но вот эта идея она сидела где-то у меня в подсознании и все равно я хотел стать программистом потом я устроился на работу инженером электроником и впервые сел за компьютер это был наверное где-то может 2000 или 99 год где-то так вот может быть даже 2001 сейчас уже не вспомню вот ну и в компьютеры я разумеется сразу же влюбился тогда уже в общем-то дос практически не использовался было windows 95 или windows 98 вот начала появляться windows 2000 и я начал рьяно осваивать компьютер и вот когда я уже неплохо чувствовал себя как пользователь дома у меня компьютера все равно еще не было я опять начал возвращаться к этой идее к идее программирования начал общаться с программистами которые на заводе там у нас работали и потихоньку потихоньку начал это все осваивать но я также понимал конечно что это все пока что мышиная возня книжки это хорошо их надо читать но нужна практика а практика это работа надо устроиться работать программистом чтобы получить практический опыт вот а поскольку у меня нет ни образования не опыта то конечно никто бы меня не взял ну я так подумал что если нет опыта ну то надо получить хоть какие-то корочки и я пошел учиться на курсы программистов это были неплохие 10-ти месячные курсы я заплатил за них 10 тысяч рублей это был 2002 или 2003 год по тем временам 10 тысяч рублей это очень даже неплохая сумма если перевести на сегодняшние деньги то это наверно будет тысяч тридцать а может быть даже и больше вот я их занял у меня тогда не было денег я их занял потом целый год на рассчитывался с долгами но я закончил эти курсы в принципе я уже сам начал изучать программирование компьютер уже бывший опыт об употреблении какой-то купил это был pentium 1 и уже что-то начал там понемножку писать то есть купил диск с компиляторами тогда в общем-то в пиратством россии никто не боролся и я купил диск за 70 рублей с кучей компиляторов там было все от паскаля до делфи вот ну в общем то вот так вот ну разумеется это были ломаные программы но я тогда вообще не знал о том что есть ломаные или не ломаные программы это я потом уже узнал что оказывается программы то все надо покупать у официальных поставщиков и стоят они у них конечно за всем другие деньги вот но в те времена ничего этого не знал поэтому спокойно писал программы искал компилятор долго больше всего мне понравился тимти паскаль него сейчас уже нет этой фирмы но в те времена был неплохой компилятор ну да ладно речь не об этом ну в общем вот так вот был мой путь таков закончила эти курсы корочки получил но это конечно не университет это обычные курсы и особой роли то они в общем-то моей жизни не сыграли если не считать того что я получил новые знания и уверенность себе потому что все таки уже есть корочки уже вроде как ты не полный чайник вот и начал я искать работу программистом искал искал в общем-то почти безуспешно но в итоге работа меня сама нашла то есть меня просто пригласил один знакомый и причем не просто программистом а сразу начальником и ты отделал меня пригласил потому что он не хорошо знал как электронщика а поскольку тогда в общем-то ну все это только развивалась то для обычных руководителей что программистой электронщик что там какой-то инженер им было все равно он решил что я справлюсь и в общем-то правильно решил потому что я отправился конечно не без проблем много было проблем начальника фит отдела меня директор в итоге снял это были мои конечно косяки хотя ну да ладно это не важно вот и потом я уже работал простым программистом точнее ведущим инженером программистом и вот здесь то я и набрался опыта и практики то есть я устроился лето году в 2004 или в 2005 и по 2008 год я работал программистом программистом в 1с я писал собственную конфигурацию которая называется управление производством очень интересная сложная программа и до сих пор пользуются на этом заводе и здесь я конечно набрался очень много опыта как профессионал вот так я и стал программистом как видите путь нелегкий ну я забыл сказать что я когда учился на курсах я примерно в то же время поступил университет правда не на программирование а на автоматизацию ну это тоже профессия такая очень тесно связанная с программированием вот и диплома высшем образовании я получил 40 лет поэтому если сейчас меня слушают люди которым там которые думают ой мне уже 20 лет а я еще ничего не сделал жизни или или ой мне 18 лет а я еще не замужем то есть но ребята ничего страшного если поезд ушел если вы опоздали на поезд то у вас есть только два варианта либо дождаться следующего поезда либо остаться жить на этой станции если вы хотите развиваться и идти дальше то спокойно дождитесь следующего поезда поезда в жизни ходят регулярно поверьте мне шансы жизнь дает нам постоянно главное научиться их использовать если вы опоздали на поезд сядьте на лавочку на той станции посидите и подумайте о жизни не торопясь проанализируйте свои ошибки продумайте как вы будете действовать дальше и вы не заметите как подойдет следующий поезд вы даже не успеете оглянуться как это время пройдет и главное вот этот следующий поезд когда он подойдет не прошляпить его и успеть в него сесть вот вы этому и должны научиться во время паузы когда у вас затишье в жизни вы используйте эту паузу для того чтобы научиться ловить моменты и ничего страшного если получите вы свой диплом о высшем образовании в сорок лет или даже в пятьдесят ничего страшного если вы станете программистом не в двадцать лет как но обычные люди а допустим тридцать с лишним как я ну это не страшно главное это ведь не кто во сколько лет вы стали специалистом а главное то что вы в принципе стали специалистом и поверьте мне что что можно начать намного позже когда другие уже имеют результаты а вы ноль но обогнать их и стать лучше это вполне реально в любом возрасте поэтому если вам данная тема интересна то пусть вас не пугает трудности и пусть вас не пугает время времени на это надо будет очень много это годы любая профессия сложная инженерная это годы это ну вот так если по уму это минимум пять шесть лет в университете еще лет пять и практического опыта то есть чтобы стать классным программистом инженером вам нужно минимум десять лет вы просто смиритесь с этой цифрой и идите к своей цели вот и все что я хотел вам сказать удачи до свидания и в следующих письмах своих я уже буду поменьше болтать я надеюсь ни о чем а буду уже доносить до вас какую-то более полезную информацию все пока